Зенитные управляемые ракеты, или сокращенно ЗУР, очень интересные механизмы. Дело в том, что их создание находится на стыке двух научных направлений. И это проектирование ракетной техники и радиоэлектроники. Даже сейчас, по мнению ракетчиков, это наиболее сложный класс ракетного оружия. Поэтому ни один зенитный ракетный комплекс в годы Второй мировой войны так и не довели до ума, то есть до боевого применения. Хотя и Британия, и США, и Япония с разной долей успеха пытались их создать. И только Германия добилась успеха, но поздно, потому что закончилась война, а с окончанием войны закончился и сам Третий Рейх. Все знают о массированных бомбардировках Германии с союзной авиацией. Вот почему острую необходимость в ракетах класса «Земля-воздух» немцы испытывали уже начиная с мая 1940 года. До этого времени британцы придерживались международных правил, запрещавших бомбить гражданские объекты. Но немцы, нарушив эти требования, отбомбились по Роттердаму 14 мая 1940 года, что привело к коренному изменению британской политики. И вот уже 15 мая Королевские ВВС массированно бомбили Рурскую область, с чего, собственно, все и началось. Но наш разговор о немецких зенитных ракетах. Работы над ними велись очень интенсивно. И до испытаний было доведено гораздо больше образцов, чем во всех остальных странах вместе взятых. Но, стоит признать, ни один из этих образцов до конца войны не был достаточно отработан, кроме одного. Вот о нем сейчас и пойдет речь. Напомню, в Германии разработка зенитных ракет началась довольно рано, чему способствовал высочайший уровень развития германской науки. В своем меморандуме инспектор зенитной артиллерии генерал фон Аксельм определил инспектор работ. Первое. Создание дешевых неуправляемых ракет с двигателями на твердом топливе для заградительной стрельбы. Второе. Разработка управляемых ракет на твердом и жидком топливе. И третье. Разработка и создание самонаводящихся ракет. Но различные немецкие фирмы уже работали над этим в инициативном порядке. Без какого-либо финансирования со стороны государства и, естественно, без какого-либо понукания. Однако, очень скоро массированные бомбардировки союзников резко активизировали работу над ракетным оружием. Прав был старина Карл Маркс. Он говорил, потребность двигает науку вперед лучше, чем десяток университетов. Короче, к началу 43-го года целый букет проектов «ЗУР» был детально проработан, и военные выбрали несколько наиболее перспективных образцов. Ракет было много, и все они по-своему были интересны. Но мы рассмотрим подробно только одну, и это «ЗУР Вассерпаль», что означает «водопад». Разрабатывать ее начали еще в 41-м году, а первые испытания начались в марте 43-го года и шли вплоть до 26 февраля 45-го года. Испытания велись в Пенемюнде под управлением Вальтера Дорнбергера. Кто не знает, Дорнбергер – это их немецкий королев. Уже в 43-м году все железо было полностью готово. То есть конструкция, двигатель. Однако работа тормозила отсутствие надежной системы наведения. И вот в марте 1945 года на финальных испытаниях ракета «Вассерпаль» показала прекрасные результаты, достигнув скорости 780 метров в секунду – это 2,36 сотых скорости звука и высоты 18-20 километров. Ее планировали поставить на боевое дежурство и применить для отражения налетов союзной авиации. Но время было безнадежно упущено. К тому же Гитлер отдавал предпочтение ракетам «Фау-2». Он был убежден, что только они смогут поставить Британию на колени. Здесь интересное вспоминание министр вооружения Германии Альберто Шпейра. Цитирую. «Фау-2 – нелепая затея. Я не только согласился с этим решением Гитлера, но и поддержал его, совершив одну из серьезнейших своих ошибок. Гораздо продуктивнее было бы сосредоточить наши усилия на производстве оборонительных ракет «Земля-Воздух». Такая ракета была разработана еще в 1942 году под кодовым именем «Вассерфаль». Поскольку мы выпускали по 900 больших наступательных ракет каждый месяц, то вполне могли производить ежемесячно несколько тысяч этих меньших по размерам и стоимости ракет. С помощью этих ракет в сочетании с реактивными истребителями мы с весны 1944 года успешно защищали бы нашу промышленность от вражеских бомбардировок. Но Гитлер, одержимый жаждой мести, решил использовать новые ракеты для обстрела Англии. Конец цитаты. Впрочем, дальше. «Вассерфаль» была самой передовой зенитно-ракетной системой в мире. Даже ее внешний вид говорил об этом. Ракету разрабатывал Вернер фон Браун. И фактически это побочная ветвь проекта А4 или V2. Ее корпус – это уменьшенная в два раза копия корпуса ракеты А4. В качестве материала тоже была сталь. Длина ракеты 7,93 метра. Максимальный диаметр 88,5 сантиметров. И размах стабилизаторов по рулям 2,5 метра. На первых образцах стояли трапециевидные крылья с малой стреловидностью. Но из-за большого сопротивления их заменили на крылья меньшей площади и большей стреловидности с острыми передними и задними кромками. Насколько серьезно немцы подошли к работе над этой ракетой, говорит хотя бы то, сколько типов взрывателей для нее разрабатывалось. Итак, первый – КАКОДУ – неконтактный радиовзрыватель, основанный на эффекте Доплера. Второй – МАРАБУ – тоже неконтактный радиовзрыватель. Третий – взрыватель ПАПЛИЦ – инфракрасный, работавший от теплового излучения цели. Четвертый – ВАСЕРМАУС – это фотоэлектрический взрыватель. Это проблесковый источник света и чувствительный фотоэлектрический приемник, реагировавший на силу отраженного сигнала. Вот все эти взрыватели планировали ставить на ракету ВАСЕРФАЛЬ в зависимости от вариантов ее применения. Но, как говорится, не вышел полет. Теперь сама ракета. Боевая часть с взрывчаткой в 145 кг и еще 90 кг взрывчатки для самоликвидации. Ниже был стальной баллон со сжатым до 200 атмосфер азотом. За ним стоял бак с горючим, а еще ниже – бак с окислением. Далее следовал приборный отсек с аппаратурой управления и исполнительными механизмами. И, наконец, на специальной усиленной раме стоял жидкостный реактивный двигатель. Всего на старте ракета весила 3530 кг. Повторюсь, даже по прошествии почти 80 лет ракета ВАСЕРФАЛЬ не смотрится анахронизмом, как самолет тех же братьев Райта. Хорошо подобранная аэродиномическая схема позволяла снизить мощность рулевых машинок и уменьшить их вес. При этом управление ракетой на начальном участке траектории, где скорость была еще очень мала и эффективность воздушных рулей невысока, внимание, осуществлялось посредством графитовых газовых рулей. Вот как-то так. Далее. Ракета, будучи на дежурстве, длительное время находилась в заправленном состоянии. Отсюда жидкий кислород, как окиститель, отвергли сразу же. Немцы взяли сальбай, это стопроцентная азотная кислота, и горючая визоль, винил и забутиловый спирт. Топливная пара визоль сальбай была самовоспламеняющаяся и не требовала систему зажигания. Далее. Баки горючего и окислителя делали из фосфатированной стали толщиной 6 мм. Вдобавок изнутри они имели полимерное покрытие. Но даже несмотря на это, из-за коррозии заправленная ракета в боеготовом состоянии стояла не более 4-5 суток. Система подачи компонентов вытеснительная с помощью сжатого азота. Он хранился в сферическом баллоне, откуда поступал к мембранному клапану высокого давления. Перед пуском электрозапал подрывал первый патрон и специальный поршень разрывал металлическую мембрану, после чего азот поступал к редуктору, где его давление снижалось до 15 атмосфер. Всё, с этого момента двигатель был готов к запуску. Горючий поступал в камеру сгорания непосредственно, а вот окислитель только пройдя рубашку охлаждения двигателя. Горючий и окислитель смешивались и самовоспламенялись, и двигатель развивал тягу в 8 тонн в течение приблизительно 45-50 секунд. Ну и, наконец, система управления. В начале предполагали наводить в Астерфальпалушу радиолегуляционные станции, где РЛС сопровождала цель, а ракета с помощью своей системы управления удерживалась на оси луча вплоть до попадания. Но такая система ещё не была отработана. Поэтому взяли радиокомандную систему наведения с двумя РЛС, где одна сопровождала цель, а вторая – ракету, и обе отметки выводились на один экран РЛС. Оператор с помощью ручки управления на кнюпеле совмещал их на экране. Сигналы поступали в счётно решающее устройство, и тот давал команду на ракету. На ракете сигнал принимался и передавался на рулевые машинки. Стабилизацию ракеты и гашение колебаний по всем осям производил, внимание, бортовой автопилот. Именно эта система наведения обеспечила всепогодность комплекса «Вассерпаль». И последнее. Разработка системы наведения с помощью двух РЛС тоже затягивала. Поэтому реально применили радиокомандную систему с оптическим слежением за целью и ракетой. Она была намного проще, но и, естественно, гораздо надёжней. Кроме этого, разрабатывали ещё две системы самонаведения, но уже на конечном участке траектории полёта. Это пассивное инфракрасное и полуактивное радиолокационное самонаведение. Вот как-то так. Испытания начали в феврале 1944 года, и первый удачный пуск был осуществлён 28 февраля, на котором ракета достигла дозвуковой скорости и высоты всего 7 километров. Но вот третий экземпляр развил скорость 760 метров в секунду и забрался аж на 20 километров. Результат превысил заявленные технические требования комиссии Дорнбергера. Ну, это скорость 600 метров в секунду, потолок 10 километров, и горизонтальная дальность 32 километра. Всего было сделано 25 пусков, 15 из которых были успешными. По другим данным, было 50 пусков, из них успешных чуть меньше половины. Как бы там ни было, но ракета была готова к серийному производству, и в середине 1945 года могла быть уже применена в реальном бою. Но, как говорится, слава богу, не случилось. Проект «Вассерфаль» – это упущенный шанс германской науки. Бывший министр вооружения Альберт Шпейр вспоминал, «Я не только согласился с этим решением Гитлера, производства Фау-2, но и горячо поддержал ее, и тем самым совершил одну из самых серьезных ошибок. Нам следовало бы бросить все силы на производство ракет класса «Земля-воздух». Если бы мы сосредоточили усилия, руководимого Фернером фон Брауном, научно-исследовательского центра в Пенемюнде, на доработке этой «Зенитной» ракеты, то уже в 1942 году могли бы приступить к ее серийному выпуску. От этой самонаводящейся ракеты не мог уйти практически ни один вражеский бомбардировщик. Запуск ее можно было производить как днем, так и ночью, невзирая на облачность. Я до сих пор убежден, с помощью этих ракет и реактивных истребителей можно было надежно оградить наши промышленные объекты от воздушных налетов. Оченью 1944 года окончательно выяснилось, что наш самый дорогостоящий проект «Фау-2» оказался одновременным и самым бессмысленным. Конец цитаты. Ну и в заключении. История ракет «Вассерфаль» не закончилась после войны. СССР и США реквизировали все, от самих ракет до технической документации. У нас ее выпускали с небольшими доработками под индексом R-101 и испытывали все на том же Пенни-Мюнде до 1952 года. Позже, учитывая опыт испытаний ракет «Вассерфаль», мы создаем оперативно-тактическую ракету R-11 и R-11-FM. Американцы тоже считали «Вассерфаль» наиболее интересным образцом вооружения. Так, в 1946-1953 годах ее включили в программу «Гермес», где на базе «Вассерфаля» разработали целую серию ракет. Но этот проект был, в отличие от нашего, чисто исследовательским. И американцы не приняли ни одну из этих ракет на вооружение. Потому что к началу 50-х годов уровень американского ракетостроения превзошел немецкий. И все дальнейшие работы над трофейными ракетами свернули. Заканчиво, стоит отметить. Немцы разработали и испытали очень много образцов ракетного вооружения, из которых самые оригинальные – это управляемые ракеты HS-117, Schmetterling, Ensean, Reintokter и т.д. А многие технические решения немецких конструкторов использовались в СССР на протяжении более чем 20 лет. Именно результаты немецких работ легли в основу наших послевоенных образцов. Так, для изучения немецкого ракетного оружия в советской зоне оккупации в Германии в 1945 году создали специальный институт Берлин. Ни для кого не секрет. Ракеты Ванстерфальд, Schmetterling, Тайфун проходили испытания на полигоне Капустин-Яр. А основные принципы системы наведения первосоветского ЗРК «Беркут» разрабатывались при непосредственном участии немецких специалистов. Спасибо!